Спасибо огромное за представление, я думаю, что от такого представления надо просто в статью уйти, но у меня есть обязательство участвовать в Круглом Столе. Я хочу рассказать сегодня о некоторых свойствах, может быть ключевых свойствах естественных нейронных сетей. Почему? Потому что в основу современного искусственного интеллекта были положены знания о естественных нейронных сетях, очень редуцированы и их основы относятся к началу 60-х годов. Это значит, что современные представления в области нейробиологии существенно ушли вперед. И это дает надежду на то, что следующие поколения искусственного интеллекта также могут подчеркнуть знания из нейробиологии. Ну вот здесь показана часто демонстрируемая таблица истории развития соотношений между нейронаукой и искусственным интеллектом. Она начинается с знаменитой статьи Макавы Кайпицца 1943 года и заканчивается 2010 годами текущим поколением искусственных нейросетей. В действительности есть и интересная предыстория, которую я вам расскажу. Николай Петрович Рашерский. Фамилия очень мало известная у нас в стране, потому что он был сыном крупного киевского промышленника, окончил Киевский университет, но сразу эмигрировал после революции в начале Шпрагова, а потом в США, где возглавлял отдел математической биофизики. Однако его, он один из основателей математической биологии, однако его очень сильным интересом было попробовать воспроизвести в искусственных моделях основы высшей нервной деятельности, паловские условные рефлексы. И он был движим этой идеей на протяжении десятилетий. В частности, в своей работе в Чикаге, в своей команде, он взял в эту команду молодого Олтера Питца и заразил его этими идеями. И поэтому статья Питца и Макалка, которая была публикована в бюллетене математической биофизики журналом, который основал Рашевский в 1943 году, является продолжением поисков и идей Рашевского в области математического моделирования моделей естественных народных сетей. Но мы помним, что в модели Макалка и Питца обучения не было. То есть там сеть не изменялась во времени, где Рашевского не была реализована в этой модели. Почему важно сегодня в развитии искусственного интеллекта искать контакты? Потому что в настоящий момент есть масса причин для третьей волны искусственного интеллекта. Волны, которая будет преодолевать ограничения текущих волн. И есть разные сценарии развития этого. Ясно, что глубокое обучение, машинное обучение имеет ограничения в энергоэффективности, вычислительных ресурсах, количество данных, которые необходимо накапливать. И будет что-то происходить дальше. В частности, Джеффри Хинтон, один из основателей современного искусственного интеллекта, несколько лет сказал, я думаю, что надо выбросить все, что было сделано до сих пор, то, что есть, и начать сначала, имея в виду, что необходимо искать новые принципиальные, более эффективные способы, больше напоминающие работу нервной системы. Между прочим, что необходимо сказать, это то, что несколько выдающихся отцов искусственного интеллекта имели образование в области нейронаук или психологии. Например, Хинтон исходно был экспериментальным психологом, точно так же, как и Фрэнк Розенблах. DeepMind в значительной степени ориентируется на нейронауку, потому что Дэмис Хасабис получил PhD в области нейронаук, работая в UCL в группе очень известной исследовательницы мозга, гиппокампа и памяти Элеонор Магуайер. Так что традиции контактов есть. Ну и почему это делается? Почему ведутся поиски не только в DeepMind, но и во многих других научных подразделениях крупных корпораций или искусственных систем организации искусственного интеллекта. Потому что, если мы посмотрим на сравнение человеческого интеллекта, работающего на естественных народных сетях и искусственного интеллекта, то есть участки, в которых искусственный интеллект превосходит человеческий интеллект, и они показаны здесь. Но есть участки, в которых человеческий интеллект на порядке более эффективен, чем текущие поколения искусственного интеллекта. Поэтому в середине 2000-х годов, например, компания IBM собрала в своем исследовательском центре в Альмадене ключевую конференцию по изменению стратегии IBM в области компьютеров и вычислений. Туда были приглашены ведущие нейрофизиологи, специалисты по моделированию и даже философы. И как вы видите, в анонсе этой конференции написано, что она фокусируется на теме когнитивных вычислений для того, чтобы понять, какие научно-технологические вопросы находятся в области поисков того, как работает человеческий мозг. Но конечная цель – это понять, как и когда можно механизировать пигнитивные процессы. Ну и дальше известно, что IBM вместе с DARPA взялись за несколько проектов. Один из них назывался C2S2 – Cognitive Computing via Synaptronics and Supercomputing. А второй назывался Synapse – это был проект по нейроморфным чипам вместе с IBM, построенный на преодолении фон Неймановского ограничения узкого горловского вычислений и создания распределенной памяти на Synapse. Сегодня очень многие специалисты считают, что следующая волна искусственного интеллекта должно быть нейроморфным. Ну и вот в качестве одного из недавних трендов DARPA в начале июня анонсировала гранты и программу аппликации на 2 миллиарда для того, чтобы разработать следующую волну технологий искусственного интеллекта. Смысл, что первая волна была построена на вычислениях, построенных на правилах, вторая волна на статистических закономерностях. Нужно искать третью волну, которая должна будет преодолеть ограничения первой и второй волны технологий искусственного интеллекта. Что в этом отношении может дать нейронаука? Есть несколько уровней организации нервной системы, а в каждом из них есть свои закономерности, которые в принципе могут быть положены в основу тех или иных новых вариантов искусственных нейронных сетей. Это и молекулярная нейронаука, которая может дать вместе с клеточной нейронаукой детали конструктора для нового типа искусственных нейронных сетей. Это сетевая, которая говорит о том, что архитектура биологических нейронных сетей изоморфна у самых разных видов организмов и не похожа на современные искусственные нейронные сети. И надо понять, почему эволюция это сделала так и что можно сделать в области искусственных сетей так. Это системный уровень нейронауки, то есть то, как работает целый мозг в тех или иных операциях. Это некие алгоритмы работы мозга, которые могут быть заложены в алгоритмы нового искусственного интеллекта. И когнитивная, которая показывает, как эти операции поддерживают высшие когнитивные функции, свойственные человеку. Психика, мышление, память, в конечном счете сознание. Я разберу сейчас несколько ключевых моментов, затрагивая в основном первый нижний уровень – клеточные молекулярные процессы, которые легче положить в основу конструктора. Во-первых, посмотрим, как представлялись универсальные нейроны, что заложено в этой математической модели в искусственных нейронных сетях. Это реальная нервная клетка, схематически изображенная в одном из руководств студенческих панелей биологии. А это искусственный нейрон, идеи, которые были заложены в работах Маккала, Кульпица и далее. Что заложено в математическую модель нейрона сегодня? Нейрон является основным функциональным элементом. Его функция состоит в получении сигналов через входы от других нейронов, от синапсов, расположенных на его выростах, интеграции их на теле нейронов и генерации выходного сигнала, передаваемого через длинные отростки. Эти процессы электрические. Суть процесса интеграции – это суммация электрических потенциалов на поверхности мембране нейронов. При этом направление движения сигналов одностороннее, от входов ноги к выходу. И генерация выходного сигнала – это пороговая функция. Все или ничего, ноль или единица. Теперь посмотрим, как обстоит дело с реальным нейроном, согласно данным не 40-х или 60-х годов, а современным взглядам. Первое. Нейрон и его синапсы – это молекулярные машины, которые передают и интегрируют химические сигналы. Химические сигналы, показанные вот здесь в области синапса, мы разберем это несколько позже. Но то, что клетки в нервной сети являются химическими коммуникаторами, меняет очень многое в фундаментальной модели нейронной сети. Вот некоторые из этапов этого развития. В 1936 году в этой области произошла революция. До этого считалось, что сигналы передаются нервными, сигналы передаются электрическим способом. И, собственно, Маккалок и Питтс исходили из этой модели. Однако в 1936 году была уже присутствована Нобелевская премия Церу Генри Дейлу и Отто Леви в области за их дослуги в открытиях относительно химической передачи нервных сигналов. В 1963 году еще трое ученых Джон Экклс, Эллен Ходжкин и Хаксли тоже получили следующую Нобелевскую премию тоже за химические передачи. И, наконец, в 1970 году Акселерот, Фон Нейлер и Кац получили третью Нобелевскую премию за исследование этих механизмов, то есть химического кодирования сигналов в нервной системе. Сейчас в искусственных нейронных сетях ни одно из этих открытий полностью не используется, хотя химическое кодирование сигналов необычайно расширяет объем передаваемой информации и делает всю идеологию совершенно другой. Почему? Потому что биологические нейронные сети возникли в эволюции, во-первых, возникали энное количество рас, здесь показаны различные таксоны животного мира, в которых возникали нейронные сети. И все они были построены исходно и исторически на идее химической коммуникации сигналов. Есть две модели того, как возникали первые нервные клетки. Одна из них – это то, что они возникали из сократительных элементов, но сегодня доминирующей моделью является представление о том, что нервные клетки произошли из секреторных клеток. Которые, которые, с одной стороны, контактировали с внешней средой, а с другой стороны, в своих отростках могли выделять химические вещества, выделяющиеся вначале в общий кровоток, гемолимфу, то есть в общую циркуляцию, и способные подействовать на соседей, синтегрировав реакцию организма на те или иные внешние факторы среды. Постепенно у этих клеток отростки стали разрастаться все более и более длинными, таким образом, чтобы образовать между собой и с эффекторными другими клетками сеть адресных контактов для быстрой передачи сигналов. Здесь показано то, как у примитивного организма исходно выделялись те или иные секреторные молекулы, мы потом посмотрим, что они часто были пептидами, которые, действуя внутри организма, могли диффундировать и действовать на эффекторной клетке, создавая необходимую интеграцию поведения. Постепенно возникло много пептидов и много рецепторов. Сигнал передавался объемным образом и кодировалось соотношение между одной клеткой и другой, в основном за счет химического вещества и его рецептора. Поэтому, очень важно, в нервной системе современных многоклеточных много разных химических передатчиков. Нет одного или двух возбуждающего и тормозного. Каждый из них имеет свою специфику, часто кодируя определенные состояния биологические. Один пептид может кодировать жажду, другой пептид может кодировать голод, третий может кодировать материнский уход и так далее. Что является очень важным принципом кодирования информации и интеграции поведения в биологических нейронных сетях. В простом случае наличие разных медиаторов дает два типа эффектов и это тоже важно. Оно дает разделение сигналов на возбуждение и торможение, возбуждающие нейроны и тормозные нейроны. Основной возбуждающий медиатор в нервной системе позвоночных это аминокислота глутамат, а основной тормозный гамма-аминомасляная кислота. Но если начать их комбинировать в разных элементах, то есть закодировать в нейронах одни из них химически возбуждающие, а вторые химически тормозные, то вместе с архитектурными принципами это дает большое разнообразие нейронных цепей и способов интегрирования информации, в частности в коре головного мозга. Но, как я уже сказал, в действительности таких сигналов огромное количество. В реальности нервная система использует не два медиатора, возбуждающие тормозные, а десятки и сотни разных химических сигналов. Вот здесь показано небольшое только пример этого. Это циркулирующие химические сигналы и локальные, которые действуют вот в такой сети нейропиля, интегрируя разные клетки. И здесь разными цветами показаны клетки, нервные клетки, гуморальные клетки, которые синтезируют и секретируют разные типы сигналов по своему химизму и по своему смыслу. И это показано всего лишь для нервной системы беспозвоночного, моллюска. Что это дает? Это позволяет кодировать качество информации, если хотите, цветом канала. Один канал, например, CCK, кодирует интеграцию элементов в пищевой функциональной системе, пищевой функциональной сети. Другой кодирует в оборонительной системе. И так далее. Еще один важный принцип, что в нервной системе из-за вот этого древнего происхождения из такого химического бульона гормональных гуморальных сигналов сохранился и активно используется принцип объемной передачи информации. Что это означает? Что помимо проводной передачи, где каждая клетка сосредоточена на своих мишенях и имеет точные контакты между своим отростком, аксоном и другой клеткой, которая является клеткой-мишенью с дендритом и синапсом на ней. Точная связь. В действительности широко распространен так называемый объемный способ передачи информации. Это тогда, когда в отростках нервной клетки в аксоне содержится химическое вещество, обычно он называется модулятором, хотя иногда называют и медиатором, который выделяется не точно в постсинаптическую мишень в одной из клеток, которые получают этот вход, а вокруг, в окружающую среду. Это могут быть сотни нанометров или даже миллиметров, и тогда сигнал от этой клетки может захватывать десятки и сотни окружающих клеток, модулируя их активность. Это еще один очень важный принцип. Так называемые монаминовые системы, катехоламиновые системы, дофамин, норадреналин, серотонин, построены в основном таким образом. Это небольшие группы нейронов, которые в нервной системе, может быть, всего десятки тысяч клеток, которые способны охватывать сотни миллионов клеток, модулирующих своим влиянием. Если выделяется это вещество, то оно способно практически изменить работу функционирования точных нейронных, адресных нейронных сетей во всем мозге. Ну вот здесь показаны такие системы, например, дофамин в мозге крысы, у которой несколько сот миллионов клеток. В дофаминовых ядрах всего по 10 тысяч клеток, но они способны влиять на весь мозг. То же самое и в мозге у человека. Норадреналин и серотонин. Видите, небольшие ядра, охватывающие работу и модуляцию всего мозга. Часто разные сигнальные молекулы используют для кодирования специфических функциональных систем и видов поведения. Это очень хорошо видно на системах, достаточно просто устроенных, таких как нервная система у моллюсков, у беспозвоночных, где есть пептиды, регулирующие половое поведение, поведение пищевое, поведение оборонительное. И достаточно одной клетке, командной клетке выделить такое вещество, оно распространяется и по синапсам, и гуморально, по всей нервной системе запускает сложный паттерн адаптивного поведения. Вновь это позволяет кодировать качество информации, в данном случае целые функциональные системы поведенческие, светом канала, то есть химическим медиатором. Следующий важный момент, что нейроны интегрируют канал сигнала не только на себе, на поверхности, когда происходит суммация на мембране и результируется это в выходе сигнала на аксон, но и внутри себя. То есть сигналы, приходящие к различным синаптическим контактам, продолжаются в виде химических каскадов в цитоплазму, достигая ядра, что очень важно, и в конечном счете функционального состояния всей нервной клетки. Ну вот здесь была показана примитивная схема начала 70-х годов, а это то, как выглядят вот эти сигналы коммуникации внутри клетки по более-менее современным представлениям. Еще одна Нобелевская премия 2000 года Кэндалу, Грингарду и Карлсону за раскрытие вот этих механизмов вторичной передачи сигналов внутри клетки. Это дает хотя более медленное, потому что это биохимический процесс внутри клетки, но более специфическое кодирование информации нейронам. К частности, интеграция внутри нейрона позволяет ему передавать сигнал не только в сеть, как на поверхности, но и внутрь памяти. То есть откладывать эту информацию на будущее. Мы можем сказать, что нейрон генерирует два типа спайков, импульсов. Первый – это мембраны, на которых построены все идеи работы спайковых нейронных сетей сегодня. Но и геномные, внутриклеточные, которые, если приходит какой-то сигнал, значимый для клетки, то он запускает всплеск генетических процессов, откладывающих изменения связи нейрона с другими нейронами в сети, то есть новую конфигурацию сети, на будущее работы этой сети. Еще один важный момент. Нейроны могут генерировать спайк не только в аксоне, но и в дендрите. Здесь показана одна из работ, выявляющая такие дендритные спайки и потенциалы действия. И это существенным образом способно повлиять на принципы работы нервной системы, потому что вычисления различного рода могут осуществляться уже на локальных участках дендрита еще до того, как это дойдет до тела нейрона, интегрируется вместе и даст спайк на аксом. Новые функции. Еще одна важная клеточная вещь, свойство нейрона, то что нейроны способны распространять потенциал действия не только от тела по своему аксону, клеткам, мишеням, но и назад к своим дендритам. Иначе говоря, вот когда генерируется потенциал действия на аксоне, то он в определенных случаях может идти назад к дендритному дереву. То это означает, что клетка, работающая нервная клетка, получает сигналы входные не только от других нейронов, но и копию своего собственного интегрального ответа. И в моменте и в местах встречи этих внешних сигналов и своего решения могут осуществляться другие вычислительные процессы, в частности, ассоциативное обучение для моделей нейронов. Не только может распространяться сигнал от аксона не только вперед к другим клеткам, но и назад к дендритам. Внутри дендритов клетка может передавать сигнал своим входным нейронам, то есть прессинаптическим нейронам, так называемых рецепропно-ксинапсах. Это значит, что основная идея, заложенная в работу искусственных нейронных сетей, что существует одностороннее проведение информации от прессинаптического нейрона к постсинаптическому нейрону, в реальной нервной системе тоже не работает, не сохраняется. В электронно-микроскопических исследованиях нервной системы часто находят на многих нейронах вот такого рода синапсы. Это прессинаптический нейрон, а это постсинаптический нейрон. Вот здесь сигнал идет классическим образом. Это визикулы, содержащие химическое вещество в прессинаптическом нейроне, а это постсинаптическое уплотнение. Это показывает, что здесь сигнал передается в эту сторону. Но в этом же контакте, в дендрите постсинаптического нейрона, содержатся синаптические визикулы, а здесь содержится постсинаптическое пространство, которое позволяет этой клетке передавать сигнал назад прессинаптическому нейрону локально. Помимо таких способов есть и архитектурные способы с помощью так называемых возвратных коллатералей. Это когда от аксона нейрона, помимо основного пути, ведущего к большому количеству нейронов-мишеней, возникают и есть так называемые возвратные коллатерали, которые действуют назад либо на себя самого, то есть они могут образовывать синаптические контакты с этим же нейроном, либо в свое окружение, что позволило, в частности, создать модели и предложить модели, в которых, если нейрон генерирует команду к действию, то его возвратные коллатерали, действуя на окружающие здесь вставочные нейроны, позволяют им сохранять копию этой команды до момента получения результата действия, запускаемого этим нейроном, обратной связи и оценки достаточности этого результата с копией от команды от нейрона, которая была передана этой микросети и циркулировала до получения результата. С помощью таких механизмов локальные рекуррентные сети кодируют предсказания и оценивают ошибки предсказания. И здесь показана одна из моделей Карла Фристона. Тут главная мысль состоит в том, что эти локальные механизмы работают в всех этапах иерархической обработки сигналов в глубоких нейронных сетях, вплоть до настройки рецепторов. И в значительной степени это ведет к идеям, что то, что распространяется в нервной системе, это сигнал ошибки. Иначе говоря, ситуации, в которых нейрон детектирует не просто сенсорный сигнал, вход от внешней среды, а рассогласование этого сигнала с моделью, заложенной на шаге Т-1 в качестве ожидания. Если это совпадает, то изменения активности нет. Если происходит рассогласование, то генерирует сигнал ошибки, который передается дальше внутри нервной системы. Вновь совсем другой новый принцип для моделирования работы нервных сетей байесовского типа, так называемый байесовский мозг, позволяющий нервной сети на каждом шаге иметь модель будущего события и сравнивать ее с обратной афферентацией. Ну вот здесь показано то, каким образом это может работать в виде прямых и обратных связей. И здесь показаны в головном мозге у человека прямые связи, которые идут от внешней среды таламуса к различным участкам коры. Но показано, какое огромное количество обратных связей, настраивающих восприятие существует из коры в таламус. Например, в зрительной коре, которая по классическим рефлекторным проводниковым представлениям обрабатывает зрительный вход. В действительности, по оценке количества входов, которые поступают туда, в 10 раз больше обратных связей, то есть идущих от других, более высоких отделов мозга и настраивающих работу этих нейронов, чем прямых, приходящих от глаза. Еще один важный принцип. В ходе развития нервной системы формируется избыток нейронов и связи между ними, после чего лишние гибнут. Лишние гибнут на основе особых процессов, зависящих от активности механизмов отбора. Таким образом, существует гиперпродукция исходных контактов, дальше включение стадий активности нейронной сети, либо эндогенной активности, когда разные элементы соординируются друг с другом на гармоничную работу. И это более ранняя стадия. Либо активности под влиянием внешних сигналов в этой сети, то есть когда эта нервная сеть начинает уже выполнять функции в целом организме, связанном со сприятием внешнего мира и поведения. В обоих случаях может происходить и гибель синапсов, то есть контактов между нейронами, и часть контактов теряется, или даже самих нервных клепок. И в некоторых областях развивающегося мозга до 70% нейронов, которые были исходно заложены в развитии, элиминируются и погибают, устраняются и остаются усиленными только те функциональные сети, которые соответствуют координированной активности мозга в связи с поведением и отношением с окружающей средой. Что это может дать для искусственной интеллекта? Введение такой избыточности на исходном этапе и механизмов селекции может позволить обучать нервные сети так же, как развивается мозг человека, ребенка или других организмов, закрепляя нужные функциональные комбинации, как бы пропалывая и исходно избыточная и заложенная связь всех со всеми. Процессы такого отбора продолжаются не только в эмбриональном развитии нервной системы, но и после рождения под влиянием обучения и опыта. Здесь показано, например, у человеческого ребенка сколько нейронов и каковы связи их при рождении. Это кусочек коры мозга двухлетнего ребенка, а это кусочек коры этого же участка мозга шестилетнего ребенка. Вы видите, что существует первая большая генерация большого количества нейронов и связей, а дальше происходит первое отбор нейронов, часть из этих нейронов гибнет, а второе потенциация, отбор, огромный отбор связей с закреплением только нужных сетей. Еще один важный момент, который накапливался постепенно с 60-х годов и отсутствовал в классических моделях искусственных нейронных сетей. Долгое время считалось, что нейроны в мозге не рождаются после определенного периода, а только умирают. В 60-е годы несколько исследователей, в частности Альтман, показали странные вещи, что, кажется, есть нервные клетки, которые включают радиоактивные предшественники ДНК, то есть происходит деление и формирование клеток. Но в это не поверили. И только в середине 90-х годов возник всплеск исследований с новыми методами, показавшими, что в мозге разных видов животных, птиц, млекопитающих, включая человека, продолжает идти генерация новых нервных клеток в созревшем мозге. И, как вы видите, это происходит в разных участках нервной системы. У птиц, например, очень сильно, у рептилий поменьше, но и в мозге млекопитающих есть такие участки. В мозге, например, крыс в зубчатой фасции, которая является частью гиппокампа, структурой, отвечающей за память. И в человеческом мозге в этих же участках. Что это может дать для идеи искусственного интеллекта? Прибавление механизмов генерации добавочных нейронов внутри искусственной нейронной сети с последующими механизмами их селекции, отбора и включения функциональной сети может дать увеличенную пластичность в местах, требующих постоянных перестроек сети. Например, в биологических сетях это используется следующим образом. Пример номер один. Канарейки певчие птицы выучивают свою песню каждую весну в сезон размножения. И для этого в структурах их мозга, которые представлены вот здесь красными ядрами, весной рождаются новые клетки, которые включаются в данную функциональную систему образования этой песни. Дальше она работает в момент размножения, к осени эта функциональная сеть перестает быть нужной и разрушается, после чего следующей весной под влиянием тестостерона, гормона, который вырабатывается в весеннем периоде, рождаются новые нейроны и птицы вновь учатся новые песни. Такая заменяемая, обновляемая функциональная система для новой задачи. Пример номер два, я рассказывал, что в мозге у нас с вами, у млекопитающих, происходит нейрогенез в зубчатой фасции, в гиппокампе, и было показано, что он нужен для формирования новых видов памяти в возрослом мозге, например, долговременной социальной памяти контактов между животными. Если искусственно снизить специфически только формирование вот этих новых клеток в гиппокампе, это приводит к тому, что пластичность таких задач нового обучения снижается, и эти формы памяти, а здесь вот показаны разные варианты, в которых это может участвовать, драматически страдают. Таким образом, в основу современного искусственного интеллекта не заложена масса конструктивных вещей, характеризующих реальные биологические сети, химическое кодирование информации, возбуждающие и тормозные нейротрансмиттеры, формирующие специальную архитектуру локальных нейронных цепей для вычисления, наличие нейромедиаторов и нейромодуляторов, которые способны выделяться во втором случае в огромное количество мишеней, и химически специфическим образом модулирующим цветом канала состояния нервной сети, химическое кодирование функциональных сетей внутри нейронной сети, позволяющие разнообразить формы поведения, взрослый нейрогенет, генерация новых нейронов в взрослом мозги и многие другие вещи, которые я сегодня просто не мог рассказать, более высоко организованные, например, консолидация долговременной памяти после однократного обучения, когда только один раз удалось встретиться с этим событием, но требуется усиление сети за счет так называемых оффлайна реплея активности в этой сети во время сна и последующих состояний, закрепляющих память в этой сети и, соответственно, роль процесса сна в этом и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо за внимание. Константин Лагерьевич, спасибо огромное за лекцию. Сейчас мы хотели бы немножко пойти в сторону такого круглостольной дискуссии, и как раз вот вопрос, который Александр Панов сейчас поднимет, он, мне кажется, связан с этим вопросом, который мы сейчас обсуждали по поводу соотношения функций как бы биологических и нейронального уровня. Да, Михаил, спасибо. Константин Владимирович, огромное спасибо вам за лекцию, всегда она очень инспирирующая такая, но это в целом и есть ваша цель, проинспирировать исследователей в искусственном интеллекте, подумать чуть за рамки того, с чем они сейчас работают. Я постараюсь, вот я подготовил три таких общих вопроса для нашего обсуждения, я бы очень хотел, чтобы на эти вопросы вот Михаил, как наш участник со стороны системы искусственного интеллекта, постарался на них ответить, ну и вы, как специалист нейрофизиологии в нейронаруках, в целом постарались нам вот такой общий взгляд на эти вопросы дать. Вот первый вопрос, он такой, вот Михаил его предложил для начала дискуссии. Искусственный интеллект и нейронауки в каком-то смысле сейчас страдают оба от вот такой проблемы гэпа объяснительного. Вот в искусственном интеллекте этот гэп между нейросетевой парадигмой кондиционистской и символьным искусственным интеллектом. К сожалению, на данный момент не существует хороших объединяющих моделей, которые комбинировали бы эффективно и тот и тот подход. А в нейронаруках есть гэп с когнитивной психологией, ну и в целом с психологией, с тем, что мы можем объяснить на нейросетевом субстрате, на субстрате мозга, то, как все-таки порождаются высшие психические функции. Первый вопрос к Константину Владимировичу. Как вы думаете, может быть, есть сейчас за последний год какие-то работы, которые в области нейронаруки и психологии заполнили этот гэп? Да, ну давайте я... Или хотите по очереди? Можем по очереди? Да, вот сначала ваше представление о том, как заполнять этот гэп в нейронаруках, а потом Михаил свое мнение по искусственному интеллекту скажет, и мы попробуем это совместить друг к зубам. Я думаю. Позвольте, я отвечу общим образом, но общее это значит принципиальное в этой ситуации. Я думаю, что когда в середине прошлого века возникла когнитивная наука, синтезировавшая одновременно с появлением термина искусственный интеллект несколько направлений нейронауку, психологию, лингвистику, антропологию, философию, то она пропустила краеугольный камень в решении проблемы. этот краеугольный камень это объяснение того, как в итоге работы нервных сетей, биологических нервных сетей в первую очередь, рождаются когнитивные функции, когнитивные явления. ни одна из этих дисциплин, ни нейронаука, ни психология, ни лингвистика не решали этого вопроса. Он остается проклятым и ключевым вопросом во всех этих областях. Как соотносится нейронная сеть и когнитивные процессы? Обучение, память, внимание, мышление и так далее. Я думаю, что в ближайшие годы потребуется третья революция в области когнитивной науки. Та называлась второй по сравнению с 18-м веком, где этот вопрос будет решен. Я убежден, что этот вопрос может быть решен. Только он требует нового представления о том, что такое мозг и как он работает. На основе старых представлений о мозге как о гигантской нейронной сети нельзя понять, как возникает высоковыровневое свойство в этой сети. То есть интеллект, мышление, память, сознание. Для этого требуется другая математика описания того, что есть мозг. Такая математика, на мой взгляд, существует. это теория либо гиперсетей, либо сегодня в области теоретической физики и исследований сетей гиперсети представляются еще как высокопорядковые сети, higher order networks. смысл, что и первым, и во втором принципиальным является то, что в элементах системы заложены не попарные взаимодействия, как в сети, а энные взаимодействия, когда группу элементов взаимодействия друг с другом рождают новое, более высокопорядковое качество. Для нервных сетей мозга это как раз когнитивное качество. Вот решение будет таким, я работаю над одним из вариантов такого решения, я вижу возможность продвижения в этой области существенно вперед, думаю, будут и другие решения, и забегая в область компетенции Михаила, я думаю, что в ответе на противоречие между нейросетевой и символьной парадигмами такая новая высокопорядковая модель нервной сети позволит принципиально создав новую модель мозга снять это противоречие, потому что в гиперсетевой теории мозга, которой я занимаюсь, элементами в гиперсети являются группы нейронов, это нейросетевой компонент, назовите его так, хотя нейросети для этого недостаточно, которые начинают кодировать символы. Символы, которые могут быть не связаны с языком у животных, но могут быть связаны с символами, концептами высокопорядковыми у человека, которые ликсируются, то есть обозначаются словами. И процессы операций в гиперсети, это не процессы операций в нейронной сети, которая не имеет этого высокопорядкового значения, это процессы операций между этими символами. Нужна такая единая модель, и она, на мой взгляд, возможна и существует. Да, Константин Владимирович, спасибо большое. Михаил, что скажешь, то есть, как ты считаешь, есть ли сейчас в искусственном интеллекте в глубоком обучении вот такой аналог гиперсетей, и действительно это тоже путь заполнения ГЭПа символы и конвенционизм? Ну, если мы говорим об аналоге гиперсетей, то я не вижу такого аналога, но с другой стороны, я вижу, что в принципе проблема заполнения этого ГЭПа, она достаточно, ну, как, по крайней мере, сейчас успешно решается в том смысле, что у нас есть куча неросетевых моделей, которые очень хорошо манипулируют символами, ну, то есть, и могут генерировать какое-то поведение. То есть, кажется, что в этом смысле у нас мы на практике показываем, что системы обладают этим и другим. Другое дело, что мы, может, не до конца понимаем, как они работают. И здесь, мне кажется, что мое мнение таково, что, возможно, мы не сможем создать теорию как бы общую, которая будет описывать сразу динамику на всех уровнях, потому что, ну, здесь можно привести такую аналогию, как вот у нас есть квантовая физика и квантовая механика, есть химия там с термодинамикой. Они, в принципе, описывают схожие процессы на разных уровнях. И одно к другому напрямую сводится, но никто так не делает. То есть, это как бы просто разные теории одних и тех же процессов. То же самое получается, что у нас есть психология, которая описывает принятие решений и решение каких-то задач на одном уровне, а есть нейрофизиология, которая описывает процессы на гораздо более низком уровне, как они реализуются, от чего зависят. Конечно же, эти теории, они должны быть совмещены друг с другом, не противоречивы, но насколько они будут объединены в одну общую теорию и возможно ли это, мне кажется, это открытый вопрос. То есть, я, например, не готов ответить, что мы такую теорию создадим или нет. Можно я добавлю в том, что я говорю. Миша, мне кажется, тут две вещи важны. Первое, все-таки мы живем в одном мире, который не разделен на разные слои бутерброда. и мы хотим понять и вывести свойства более высоких слоев бутерброда из эволюции и структурной реорганизации более низких. Это, ну, как сказать, натуралистический путь. Разных миров психологии и нейробиологии не существует. Я думаю, что такая теория не только обязана быть по этим соображениям, но и возможно. Ну, мы можем здесь расходиться. Но вот одну конкретную деталь я бы добавил насчет операций символьных в искусственных нейронных сетях. В нейронной гиперсети то, как построено кодирование символьных элементов, концептуальных элементов, пока сильно отличается, насколько я понимаю, от искусственных нейронных сетей. Вот по какому критерию. Каждый новый символьный элемент, который возникает в результате обучения в биологической нейронной сети, является продуктом дифференцировки этих нейронов, вовлечения их в разные функциональные системы, то есть в разные задачи, совершенно не перекрывающиеся по своим результатам, которые решает данная система. Это означает, что в биологической нейронной сети или гиперсети ключевым движителем образования символьных, концептуальных элементов является перекрестное включение каких-то групп клеток в разные функциональные системы. Значит, это агент, который должен иметь энное количество потребностей, мотиваций и решать их разными способами, и в локальных участках нервной сети образуются элементы, которые мы можем назвать символами по их вершине, продукты общего участия этих элементов в одной, другой, третьей функциональной системе, например, цвет или форма определенная. Но очень важно тогда, что работа этой гиперсети начинает подчиняться совершенно другим принципам. Это означает, что если вы дернете за этот элемент, то он не просто является кодированием цвета. Он несет в себе за счет истории своего включения валентность и участие в разных функциональных системах. Иначе говоря, активируя его одной функциональной системой, вы одновременно активируете глубокую ассоциативную связь с другими функциональными системами, где он участвовал. Совсем другой принцип распространения информации, сигналов в такой гиперсети. Я был внимательным к этому различию. Важное различие, мне кажется, это принципиально отличается от той манипуляции символами, которыми сейчас может похвастаться современное глубокое обучение. То есть Константин Владимирович больше говорит про концепт, про некоторое внутреннее представление вот такой информации, но вовсе не о символе, как в некотором формате входных-выходных данных. Ну да, здесь пока Константин Владимирович рассказывал, я думал над тем, что могло бы быть ближе всего к тому, что он описывает. Мне кажется, что сегодня есть две как бы два подхода для того, со стороны символов искусственного интеллекта и со стороны нейросетевого искусственного интеллекта, которые пытаются смоделировать подобные механизмы. Первое это графы знаний. Например, у нас есть ConceptNet. Это некоторый как бы граф знаний, который описывает понятия, где вершины понятия, есть разные отношения между этими понятиями. В некотором смысле тогда мы говорим, что мы если берем одну вершину, как бы вытягиваем за нее, и она через отношения с другими вершинами, которые кодируют как бы совместное участие в реализации каких-то функциональных систем, пытается как бы вытащить эти другие понятия, другие функциональные системы. А с другой стороны, у нас есть нейросети, есть дистрибутивная семантика, когда мы обучаем модель языка представление слов за счет представления других слов, с которыми он встречается в предложениях. В этом смысле мы можем провести некоторую аналогию, сказав, что предложение является некоторым поведением, выраженным в виде утверждения. И тогда, грубо говоря, функциональные элементы, из которых состоит это предложение, это отдельные слова. И мы учим представление нейросеть моделировать то, как эти слова связаны между собой, потому что мы заставляем нейросеть представлять слово за счет представления других слов. В этом смысле, мне кажется, что здесь есть какие-то параллели, и, возможно, стоит думать о развитии вот этих моделей и их совмещения с теорией гипросетей. Ваше вопрос. хорошо, коллеги, спасибо. У нас еще есть время на пару других вопросов. Если что-то есть из зала прокомментировать вот по поводу вот этого вопроса, то вполне можно у нас сейчас еще есть время. Был, да, вопрос прокомментировать? Нет, вот сейчас по дискуссии мы именно по вот этим топикам пока пройдемся, а потом в конце у нас еще будет пять минут на общий вопрос. Хорошо, давайте тогда следующий, который я бы хотел обсудить в формате такой дискуссии, это то, а какая же все-таки информация, которую Константин Владимирович вы показывали в презентации или какая вообще есть в литературе по нейрофизиологии мозга, действительно может оказаться полезной, а какая является некоторым артефактом и топиком эволюции. То есть вот этот вопрос на самом деле очень важный и любые специалисты в искусственном интеллекте, когда они хотят все-таки какие-то идеи подчеркнуть, они наталкиваются на вот этот огромный барьер и, скажем так, вопрос, а что является важным, действительно концептуальным, а что является просто тем, чем природе было удобнее это сделать, и это были какие-то такие костыли, чтобы эту концепцию поддержать. Вот как правильно провести эту границу, потому что такое ощущение, что даже в вашем докладе многие специалисты в искусственном интеллекте бы сказали, ну а зачем это вот в точности как бы моделировать, кодировать, скорее это какая-то просто ненужная штука, которая концептуально нам не дает вообще ничего в том, чтобы построить систему искусственного интеллекта. Все-таки какой может быть здесь критерий, где эта граница, тупик эволюции и то, что действительно дает нам возможность мысли. Я бы здесь немножко упростил задачку с этим Владимировичем, но это абсолютно в том же самом русле, что Александр сказал. Если вот у вас был последний слайд, где было много-много-много вещей, которых нет в современных нейросетях, можно привести какой-то топ-3, вот то, что, если мы сейчас попытаемся это внедрить, имеет самый высокий потенциал для того, чтобы существенно продвинуть эту область. Потому что иначе очень много всего, и особенно для специалистов, которые не погружены в нейробиологию, выглядит так, что нужно выучить всю нейронауку для того, чтобы понять, что важно, а что нет. А если был бы какой-то фокус, скажем, разобраться хотя бы с одним-двумя какими-то вопросами, это было бы гораздо проще. Я, во-первых, вспомнил слова Нобелевского урета по физике Стивена Вайнберга, что суть проблемы часто становится ясной только по мере приближения к ее решению. Я не возьмусь ответственно сейчас отрезать все варианты, поставив только три, потому что мне кажется, пробовать надо сейчас разные. Мы пока не имеем достаточного приближения к решению. чтобы позволить себе это. Может быть, надо попробовать условно. Я рассказывал не случайно же эти детали. Я, обратите внимание, говорил в основном про детали конструктора, то есть низкоуровневые молекулярные и клеточные в принципе. Может быть, надо попробовать кодирование функциональных сетей от сетей внутри нервной сети цветом канала. Может, это окажется конструктивным. Может быть, надо подумать о различных вариантах, исходя из работы, описанной локальных нейронных сетей, байсовских нейронных сетей, использующих предсказания на каждом шаге локальной сети нейронов для оценки поступающей на шаге N плюс один информации и распространения ошибок. То, чем тоже люди занимаются. Может быть, надо пробовать то, чем занимается DeepMind активно это ситуации ускорения обучения без статистического набора за счет представления всего нескольких сочетаний необходимой информации, а затем использование внутри сети оффлайн реплеев для ее фиксации. То есть в этом смысле наука умеет много гитик. Есть масса приемов, которые работают в разных нервных сетях. И я хочу вновь подчеркнуть идею конвергенции. Почему-то несмотря на независимое развитие природа находила набор одних и тех же решений. Но если говорить все-таки о трех ключевых, первое, я бы сказал, что необходимо учитывать в искусственных нейронных сетях принцип функциональных подсетей, функциональных систем, специализированных на решении разных задач. И обучение в этих функциональных подсетях как способ получения их результатов за счет новых комбинаций активностей элементов надстраивающихся по принципу терминальных надстроек, то есть такого растущего дерева внутри нейронной сети тех или иных функциональных систем, подсетей. Там должны быть и байсовские методы, то есть методы не прямого поступательного распространения информации от входа к выходу, а методы, позволяющие закладывать модель результата и оценивать этот результат. Это вторая вещь. Третья вещь я бы использовал, исходя из данных коннектома, что архитектура любых нейронных сетей, которые есть в природе, очень специфическая. Она занимает очень малое место среди всех возможных архитектур. Ну, условно говоря, это сети малого мира, о которых я сказал. То есть высокие уровни локальной интеграции с дистантной глобальной координацией этих сигналов. Кажется, природа не ошибалась. Кажется, такую архитектуру надо стараться делать в искусственной нейронной сети. Ну, вот три кандидатных вещи, которые я в первую очередь старался бы воспроизвести. Функциональные системы, предиктивное кодирование и специфическое устройство когнитивных нейронных, биологических нейронных сетей по архитектуре. Спасибо, Константин Владимирович. Получается, что вот такая граница между более важными и чуть менее важными, понятно, что она такая произвольная, но получается, что все-таки более системный уровень анализа структуры мозга, он, на ваш взгляд, может быть для искусственного интеллекта более важным, чем более низкоуровневые молекулярные механизмы того, как, например, нейрохимия работает в нейроне. Я бы ответил однозначно да, потому что функция лежит на системном уровне и ограничивается вот принципами архитектуры динамики системного уровня, но первый уровень, то есть клеточный молекулярный, на мой взгляд, может быть таким оппортунистическим промежуточным шагом, где можно подсмотреть разные приемы и вставлять их в операции даже текущего поколения архитектуры искусственных нейронных сетей, пока мы не воспроизвели высокоуровневые гиперсети, и все равно с помощью этих разных трюков повышать эффективность текущих искусственных нейронных сетей, то есть использовать это не фундаментальным принципиальным образом, а как эвристические приемы для текущего поколения. Да, хорошо, спасибо большое. Ну и у нас буквально там пару минут есть на дискуссию, совсем коротко, нельзя было обойти мимо вот этой дискуссии, которая сейчас развивается после того, как опубликовал Ян Лекун свою работу и концепцию общего искусственного интеллекта, там есть дискуссия, его ответы от Георгена Шмидтхубера, который говорит, что он не упоминает какие-то очень важные исторические с точки зрения искусственного интеллекта работы, но есть и другая сторона критиков, которые говорят, что те параллели, которые проводит Ян Лекун с нейрофизиологией и рисует вот эти картинки, в которых он, например, модель мира, ассоциирует с лобными долями коры или там, например, систему мотивации, там, подкорковые структуры рисует. Вот все эти картинки от специалиста к, который является специалистом в глубоком обучении, но ничего не знает про нейрофизиологию, выглядят, ну, как говорят, смешно и нефальсифицируемо. Но чтобы вы могли посоветовать Константин Владимирович специалистам по глубокому обучению, которые все-таки берут на себя смелость такие картинки рисовать, так, чтобы к ним, ну, скажем так, не относились с насмешкой. Все-таки такие работы же нужны, и эти параллели, как вы говорите, и на системном уровне обязательно должны двигать нашу науку вперед. Знаете, я вспомнил в связи с этой критикой Ликоновской работы, у нас лет уже, не знаю, 7-8 назад в отделе нейронаук в Курчатском институте выступал Сергей Шумский. И он выступал в тот момент, когда он начитался очень много разных научно-популярных клик в области нейронаук и пришел к идеям такого нейроморфного, нейроподобного моделирования психики в искусственном народном интеллекте. И я помню, как мои ребята шикались и смеяли, смеялись по поводу неадекватности его представлений кору связать с одним, с триатом связать с другим, гиппокам связать с третьим и так далее. Вот ровно такая же критика со стороны нейроученых, как и критика Ликуна что-то поместить в лобную кору, что-то поместить, в сенсорную кору что-то поместить в другие области мозга. Не в этом дело. Что я посоветовал бы стремиться почерпнуть некоторые фундаментальные принципы субстрата независимые. То есть неважно это слон, человек, акула, таракан, дрозофилы. У них у всех разные нервные системы. У вороны, обладающей прекрасным интеллектом, если вы понаблюдаете на улице за нашими соседями, нет коры головного мозга, нет лобной коры головного мозга, вообще нет никакой. У нее организовано все по-другому, но тем не менее она делает то же самое. Что это говорит, что необходимо искать принципы, черпая данные нейронауки из промежуточного уровня. Это то, что, между прочим, заложил в качестве идеологии DeepMind Демис Хасабис. Если вы посмотрите его доклады конца 2000-х годов, еще до основания DeepMind, где-то там 2008-го по 2011-й, где он излагал идеологию движения, вы увидите этот вот подход, условно говоря, Маровский промежуточный уровень, уровень системной архитектоники процессов. Не важно не анатомии, а именно принципиальных процессов в нейронной сети. Вот мой ответ. Спасибо. то есть, получается, надо Лей Куну посоветовать его схему оставить, а вот этот фон с головным мозгом просто убрать, либо заменить его на какую-то более абстрактную картинку. Ну, вы понимаете, но вот это же тоже способ популяризации того, что он хочет сказать. На фристонские картинки, посмотрите, у него лет 10 назад это все было в виде формул и схем. Последние 5 лет он накладывает эти же формулы, схемы сети на картинку контуров головного мозга. Да, да, да. Это похоже на мозг. То есть, где-то это используется как метафора, но уровень должен быть. я согласен совершенно с системных механизмов неважно на каком субстрате. И это позволит перейти на искусственные нейронные сети, в которых не нужно моделировать кору головного мозга или мозжечок. Не нужно это делать. Хорошо, спасибо большое, Константин Владимирович. У нас есть еще время на вопросы. Я думаю, как раз. Я учусь студентам передам. Да, конечно. Мой вопрос частично уже задали. Вы рассказывали про волны развития в искусственном интеллекте. Насколько я понимаю, важным фактором этого развития является уровень вычислительных машин. Соответственно, мой вопрос такой. Какой уровень организации мозга, точнее, какая модель, проволочная или гетерохимическая парадигма, должна быть реализована в железе для значительных продвижений, для новой волны сейчас? Что-то похоже задавали. Достаточно ли будет реализовать проволочный мозг в железе? Вот так. Думаю, да. Для принципиального следующего шага можно проигнорировать разные другие детали и реализовать проволочный мозг, как вы говорите, в железе, то есть локальные контакты в архитектуре сети между одним и другим нервным элементом. Но нужно реализовать его не на уровне распределенной сети кроссбар мемористеров, где все гомогенно, а засунуть это в архитектуру, которая обладает тремя качествами, о которых я сказал, как первоочередных, которые есть субсистемы, работающие как ансамбли в виде функциональных систем, они реализуют предиктивное кодирование и направленные на достижение результатов этим агентам. Ну и это имеет свою архитектуру, которая не похожа на решетку кроссбара архитектуры с мембристерами. А так можно сделать это на проводной модели проволочной. Ладно, спасибо за ответ на вопрос, спасибо за прекрасную лекцию обсуждения. Я предлагаю поблагодарить Константину Владимировичу за лекцию. Спасибо большое.